Hey, how you doing? С вами Таня Старикова, онлайн-школа английского языка Skyeng и нескучный английский. Мы уже делали видео о самых распространенных акцентах, британском и американском, а сегодня поговорим о разных акцентах неносителей английского языка, то есть людей из разных стран мира, которые так же, как мы, учат английский язык и пытаются на нем говорить без акцента. Кстати, заодно разберем и собственные особенности произношения, чтобы либо избавляться от них, либо просто знать, гордиться ими. Короче, надеюсь, вы готовы. Поехали! Надеюсь, вы помните, что акцент и произношение – это разные вещи. Правильное произношение – это насколько верно вы вообще говорите слово, типа не добавляйте никаких лишних звуков, не выбрасывайте те, которые там должны быть. Ну вот, например, как итальянец учит правильно произносить слово эспрессо. Помимо американцев, так, кстати, часто говорят проводницы в поездах. Я думала, что это от слова экспресс, а оно вон и что, произношение неправильное. А акцент – это нормально, это особенность вашего языка, вот так, как вы привыкли говорить на своем родном языке, и это как бы дает отпечаток на все, что вы делаете. Но так-то говорить с акцентом – это нормально, мы вообще-то по-русски тоже с акцентом иногда говорим, и ничего страшного, и нормально. Факт. Акцент может рассказать о том, откуда вы приехали. Ну, в общем, ослабьте немножечко угрызение совести по поводу того, что он у вас есть. А вот разбираться в разных акцентах – это очень интересно, поэтому давайте начнем. Пусть первый у нас будет индийский акцент. Индия долгое время была колонией Британской империи, поэтому там многие говорят на английском, и он даже называется отдельно – Indian English. Одна из типичных особенностей этого акцента – это произношение звуков d и th. В хиндии таких звуков нет, поэтому они, как правило, их просто заменяют на d и d. Че париться? Ну, то есть, слышите, как Радж говорит therapy вместо therapy. А здесь ведущие игры «вот кто хочет стать миллионером» подменяет звук d на d brother. Что тут? Ну, собственно, нам, в общем-то, наверное, стыдно ругать индусов, потому что мы также заменяем эти звуки, они нам тоже непривычны, и d мы обычно говорим как ze, а th как f. Почему-то он нам кажется ближе, созвучнее. Ну, короче, what is the problem? И еще одна особенность индийского акцента – это то, как они смягчают букву L там, где это не нужно. А еще индусы произносят звук r. Ну, то есть, прям произносят. И, кстати, вы заметили, что у нас появилось очень много видео про путешествия. Я хочу с вами поделиться крутой новостью. Это все потому, что мы запустили новый проект Skyeng Travel. Ребята выбрали лучшие школы из шести стран. Вот так, из шести. И полностью помогут вам организовать поездку туда, собрать все документы, выбрать школу, приехать туда, чтобы не было никаких там косяков, чтобы вы не перенервничали. И да, именно поэтому я получала визу и еду в Калифорнию. Короче, обещаю, будет, наверное, даже 2-3 видео о том, как это все мы организовали и как будет проходить сама поездка. Так что буду делиться с вами нашими впечатлениями. И уже сейчас вы можете почитать подробнее про Skyeng Travel по ссылкам, которые мы оставим внизу в описании. И, кстати, до 15 апреля на обучение в нескольких школах действует скидка 10%. Нужно сказать кодовое слово «Яд Старикова». Это фраза, фраза «Яд Стариковой». Короче, все, мы отвлеклись. Возвращаемся к акцентам. Итальянский. Одна из штук, которая тяжело дается итальянцам, это то, что в английском некоторые слова заканчиваются на согласную. Вспомните любые итальянские слова, которые вы знаете. Там пицца, чао, латте, они все заканчиваются на гласную. И поэтому иногда итальянцы добавляют гласную после согласной уже, которая конец слова. Но им как-то, короче, неудобно. Поэтому получается вот так. Тот случай, когда нужно еще раз посмотреть отрывок из «Гриффинов», чтобы окончательно заметить, как он говорит. У нас, как бы у русских, такой проблемы нет. Мы не привыкли добавлять гласную в конце слова. Но зато мы привыкли произносить добросовестно все, что написано в слове. А для английского это не всегда обязательно. Вот прям вот. Еще в итальянском языке нет такого понятия, как ударные-безударные слова. В предложении они говорят все с одинаковым ударением. А вот в английском, например, артикли, какие-то служебные слова, они, ну, практически не произносят и так где-то что-то там. А итальянцы, опять-таки, добросовестно их произносят с одинаковым ударением все. Но, наверное, самый основной момент в итальянском акценте, который вообще нельзя не заметить, очень четко подмечен Джозефом Гордоном Левитом. Потому что так же намного понятнее, что ты имеешь в виду. Это, мне кажется, сейчас армянский какой-то акцент у меня попался. Кстати, я хотела сказать про вот эту вот игру Heads Up, в которую часто играет Ellen. Это реально существующее приложение. В зависимости от задания там могут быть загаданные акценты, знаменитости, какие-то животные. Короче, это очень классный, веселый способ в компании попрактиковать английский язык. Особенно, если вы знаете акценты, вот сейчас мы как раз этим и займемся. Потому что разберем еще один популярный в Голливуде акцент – испанский. Некоторые знаменитости, например, Энрике Глесиас, уже полностью освоили американский акцент. И, например, нам, вот как неносителям языка, вообще не слышно разницы. Кстати, есть такое мнение, что у людей, у которых получше развит слух, например, как вероятно у Энрике Глесиаса, им проще освоить другой акцент. Но это не панацея. То есть вы должны еще обладать такой какой-то способностью к имитации и вообще, в принципе, хорошо заниматься своей дикцией. То есть сам по себе классный музыкальный слух еще не гарантирует вам того, что вы будете прям сразу говорить как носители. Яркий очень пример этому Penelope Cruz. Она, между прочим, тоже неплохо поет и очень много лет живет уже в Америке и снимается в англоязычном кино, но, тем не менее, разговаривает с таким заметным испанским акцентом. Ну, честно говоря, мне уже кажется, что она даже, ну, просто сохраняет это как особенность своего образа, очень красиво, очень классно. Кстати, у Penelope можно заметить еще одну из особенностей испанского акцента – она говорит без придыхания звуки Послушайте еще раз слова particular и preparation. Например, можно попробовать произнести какую-то фразу, где есть все эти звуки с придыханием и без. Например, Я сейчас буду стараться Без придыхания сейчас было? Короче, вот такая вот маленькая штука может уже сильно повлиять на акцент. И, кстати, в этом интервью для Элен Penelope Cruz рассказывает, как она пыталась освоить итальянский акцент на английском языке, будучи испанкой, короче, посмотрите, как у нее получилось. Напоминаю вам миллионный раз, что наличие акцента не должно вас напрягать и как бы как-то на вас давить, потому что это нормально, что родной язык оказывает влияние на то, как вы говорите на других языках. Но чтобы чувствовать себя увереннее, чтобы это вас не парило, вы можете попробовать с преподавателем, например, в школе Skyeng, отработать именно проблематичные для вас звуки, чтобы звучать более уверенным. Тогда американский акцент будет для вас просто легкотня. Ага. Что случилось с моим русским языком сейчас? И в описании к видео мы добавили советы о том, как научиться работать со своим акцентом или понимать другие. И, конечно, не забудьте пройти упражнения и посмотреть, как вы усвоили вот эти три акцента. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и пишите, хотели бы вы продолжение этой темы, рассмотреть какие-то еще акценты на английском языке. И какие, если хотели бы. Ну, а с вами была Таня Старикова и онлайн школа английского языка Skyeng. Goodbye! See ya!